всем здарова вы на канале ол кодинг и все же хотят научиться делать сайты на пайт давайте-ка посмотрим что-нибудь на эту тему на нашем любимом видео хостинге так в этом видео мы за полтора часа сможем создать только страниц с удобной формой без каких-либо проверок да ну такой себе есть канал где описывать создание полноценного интернет-магазина от кодинг методов тут уже давно устарел очень растянут чтобы только посмотреть всю серию видео понадобится подождите около 12 часов 12 часов до полсуток я же постараюсь объяснить и показатель процесс создания сайта просто непонятно допускай пайчарм и полетели итак для начала создаем проект пайчарм если вы не знаете как сделать это правильно посмотрите ролик на эту тему на моем канале установим модуль джанго команды как показано на видео весь перечень действий команды вы сможете найти в описании далее создаем проект с названием май сайт потому что делают все профессионалы а мы хотим также рассмотрим каталог проекта мы видим главный исполняемый файл manage.py до чего он поймете позже рядом лежит основное приложение проекта скоро их будет несколько чтобы удобно сортировать функции сайта рассмотрим его подробнее файл и нет .py нужно чтобы обозначить его как python пакет файл settings хранить себе основные настройки проекта файлы urls будут храниться все пути в смысле urls сайт файл vsg и asg пока нам не нужен давайте попробуем запустить сервер для этого в консоли вызываем команду run server заранее упомянутого файла manage.py напомню что все команды в описании после запуска в консоль выйдет наш локальный url копируем мы видим плашку джанго а успешно в запуске локального сервера поздравляю вы запустили джанго сайт ставьте лайки отписывайтесь нажимайте колокольчик все так ладно пошутили и хватит продолжим создадим основное приложение которое будет поначалу обрабатывать главную страницу сайта используем команду start up зовем ее main еще раз напомню что все команды так вот разберемся как работает это приложение но перед этим только что созданном пакете создадим файл urls отложу сценария постараюсь объяснить их к это все работает итак давайте разберемся как же это все будет работать а давайте рассмотрим схему и почитаем а для начала от пользователя поступает запрос на сервер по определенному url адресу то есть пример томин сайта слэш холл то есть главная страница в файле urls.py джанго ищет именно такой путь то есть слэш холл и в этом файле urls.py строится зависимость к файлу вьюз.py то есть примеру когда у нас слэш холл то мы определяя опираемся на определенную функцию холл файле вьюз.py в которой описывается то мы отправляем пользователю то есть определенный шаблон home.html и определенные джанго переменные это данные из базы данных и так далее и пользователь получает как раз уже чему и страницу которая ему рисуется уже вставленными данными которые мы там подставляем переменные которые мы передали туда надеюсь я понятно объяснил а так теперь давайте разберемся как же работает файл urls зачем их у нас здесь двое в главном каталоге то мой сайт это главный каталог в нем есть файл с этих . пой в нем как раз хранятся все настройки все что будет все настройки хранятся именно в этом главном каталоге несколько файлов южас .пай есть чтобы можно было удобно сортировать все пути то есть в главном кодине мой сайт будет просто обращение на юрл юрл .пай других пакетов а уже в файлах юрл .пай именно пакетов уже будут разделяться пути на именно подразделение юрл сайта именно по той категории которая вторую они обрабатывают здесь понятно объяснил если что-то вам не понятно пишите в комментариях обязательно отвечу отложим скученную теорию и приступим к практике для начала в файле настроек ищем пункт отставить apps и добавляем туда наше приложение мэйн также в пункте темплейт в строчке гирс пишем там плейт создаем одноименную папку в каталоге рядом с приложениями и там размещаем очистим их файл главной страницы назовем его home далее в основном в файле юрл то есть приложение мои сайт дополнительно импортируем модуль include и делаем зависимость к файлу юрл приложения мэйн как показано на видео путь оставляем пустым открываем файл views приложение мэйн и создаем функцию для обработки запроса главной страницы передавая аргумент значение request и в ней мы передаем функцию render названием шаблон и значением request теперь надо сделать чтобы к этой функции обращались когда пользователь запрашивает главную страницу заходим в файл юрл с который мы создали ранее и в него вставляем такое вот содержимое мы хотим чтобы главная страница была прямо на домене сайта поэтому значение пути оставляем пустым и вписываем название ранее созданной функции излиют давайте запустим сервер и посмотрим что у нас получилось оу отлично джанга рисует наш html файл и мы можем написать там что угодно ого засмотрел до этого момента спасибо тогда напиши в комментариях вареный питон посмотрим сколько таких также я очень прошу тебя поставить лайк и подписаться на этот канал я потратил на это видео достаточно много времени и сил если хочешь продолжение напиши об этом в комментарии не теряйте мотивацию двигайтесь вперед и у вас все получится спасибо за просмотр всем удачи и пока и и Продолжение следует...